Последние версии катастрофы обсудим с Вадимом Лукашевичем, экспертом по эффективности авиационных комплексов. Он у нас в гостях. Вадим Павлович, добрый вечер. Здравствуйте. Госдеп сегодня опубликовал спутниковые снимки. Они прямого отношения к авиакатастрофе Боинга не имеют. Но зато, как считают США, доказывают, что Россия осуществляет ракетный обстрел территории Украины. Я бы просила вас прокомментировать. Я не знаю, нам дадут сейчас эти снимки. Что на них видно? Мне, например, ничего не видно. Это компиляция нескольких снимков, из которых внизу справа, российская территория, граница показана красной ломаной линией. Это старт ракет. При старте ракет, допустим, системы ГРАД, возникает очень сильный шлейф сзади, который действует по поверхности. На спутниковых снимках видно выхлопы темные. А, соответственно, вверху слева это район падения тех же самых ракет. То есть доказательства того, что ракетные обстрелы именно с территории России ввелись? Да. К сожалению, на мой взгляд, это очень печальная ситуация, потому что мы со школьной скамьи привыкли, что война начинается, как было сообщение Левитана и Формбюро. Я боюсь, что война начинается еще и таким образом. Ну, начали войну не мы. А по поводу последних версий катастрофы, которые появились на этой неделе. Информагентства, в частности, опубликовали такую версию, что якобы самолет могли сбить украинцы во время учений. Ну, намек идет на катастрофу 2001 года, когда Ту-154 российский был сбит также украинской ракетой. Можете прокомментировать? Вы знаете, вот по большому счету все важные версии, они уже были высказаны. Вот все, что появляется сейчас, это уже все больше и больше потянуто за уши. По большому счету расследование уже началось. То есть иностранцы уже допущены до обломков. Тела уже получены и проходят экспертизу, кстати, за рубежом. Норвежская, ой, извините, голландская, Нидерланды приступили к расследованию. Черные ящики, как выяснилось, в хорошем состоянии. Более того, бортовой, речевой самописец, в общем-то, уже расшифрован. Уже есть какие-то данные, уже заявлено, что самолет поразила ракета. Тут это ключевые три слова. Обширная взрывная декомпрессия. Говорит о том, что это ракета. По большому счету, значит, из трех версий сбит Су-27 пушкой, Су-25 пушкой, сбит Су-25 ракетами или зенитный комплекс Земли БУК. То есть вот пушку мы уже можем смело опровергнуть. Она, в общем-то, изначально была несерьезной. А из двух ракет поражения, значит, ракета воздух-воздух, Р-60, стала очень маловероятной, потому что это слово обширная взрывная декомпрессия. Говорит о том, что это была мощная ракета. Не три килограмма боеголовки, а порядком 60. Самое принципиальное сейчас же ищут виновного. Кто это сделал? Версии Евкурова, что это может быть... Ну, опять же, он считает, что это украинцы. Якобы спутали гражданские самолеты с самолетом-шпионом российским. Может такое случиться? Ну, мы должны, если мы на этой версии настаиваем, мы должны тогда понимать, что украинцы тоже не идиоты. Они не будут пулять, что называется, по международному коридору в наших шпионов. Во-первых, значит, должны быть наши самолеты-шпионы. А вообще есть такая практика маскировать самолеты-разведчики под гражданские суда? Ну, в принципе, любое гражданское судно может быть оснащено комплектом зрительной аппаратуры, так как она пролетает над иностранными государствами. Но если исходить из этого, то тогда Украины должны были сбивать вообще все там 500-600 самолетов в сутки, которые пролетают, сбивать все подряд. То есть, на мой взгляд, понимаете, эти все версии достаточно притянуты. Во-вторых, вот сейчас уже можно полностью прекратить плодительную версию. Мы можем сказать, что вообще, может быть, это был теракт изнутри, да, там, какой-нибудь смертник и так далее. Идет уже расследование. Более того, и вот комиссия, она все равно, у нее есть своя логика работы. Она ответит на все версии, которые... Она просто будет отметать какие-то версии, пока не останется самой вероятной. Я, может быть... А может получиться так, что останется самая выгодная? Вот тут очень важно участие наших представителей. То есть, это очень важный момент, потому что, во-первых, участие наших специалистов, причем зарубежные не хуже наших, но это даст возможность, во-первых, как бы убрать все возможные мнения в предвзятости, раз. Во-вторых, если наши специалисты будут не согласны с чем-то, с общими выводами комиссии, они могут, как члены комиссии, дать какое-то особое мнение и так далее. Вообще, я думаю, что мы-то все хотим узнать, кто. Я боюсь, что вот на все вопросы, да, мы можем получить ответы очень нескоро. Почему? Потому что, ну, вопрос очень политизированный, ответственность очень высока, цена этой ответственности очень высока. Вот, поэтому можно будет установить технические детали, безусловно. Понимаете? Но комиссия не даст нам вывод, что вот стрелял там такой-то, такой-то, паспортные данные такие-то, прописка там-то. Вот это, боюсь, мы получим и скоро. Вадим Павлович, я еще хочу у вас уточнить. Я тут читала просто мнение одного действующего офицера, который вообще отвергает версию ошибки. Скажите, если речь идет о стрельбе из Бука, могла ли случиться ошибка, если на табло высвечивается тип самолета, Боинг-777, назначение, гражданский лайнер. Если ошибки быть не могло, значит, речь может идти о провокации, потому что ни один здравомыслящий человек не будет стрелять в гражданский лайнер над своей территорией. Вот это очень важный момент, да, то есть мы говорим о том, что вы могли сбить сознательно, либо по ошибке. То есть вот если мы... Могла ли быть ошибка? Вот если мы отметаем сознательно, то мы резко сужаем количество версий. Теперь дальше. Могла ли быть ошибка? Могла быть ошибка. Почему? Потому что, ну, грубо говоря, мы говорим о том, что вот комплекс нормально развернут, нормально работает, и там обученный персонал. Но в конце концов ведь можно было посадить несколько человек, у каждого из которых вот в записной книжке будет написано, вот эта кнопочка зажглась, вот эту вот там пускай. Другое дело, что... Извините, на табло высвечивается тип самолета, назначение самолета. А если люди не умели читать? Ну, в принципе, понимаете, ведь это такая же версия, как и все прочие, да? То есть другое дело, что, конечно, для того, чтобы ракета пошла... Правильно говорят, обезьяна с гранатой. Боевой расчет четко видит скорость цели, направление, курс и высоту. Другое дело, что вот она все равно полетела. Понятно. А значит, не Радько, а Федеральное агентство воздушного транспорта задал вопрос Киеву, почему все-таки не закрыли воздушное пространство, зная, что ополченцев есть в БУКе? Вот в этом вопросе ключевой слой знаю, да? Потому что одно дело знать, а другое дело думать, что они знают. Я говорю так, что вот если бы граница российско-украинская на всем протяжении реально контролировалась, соответственно, и россиянами, и украинскими пограничниками, если бы четко было понимание, какие грузы люди пересекают эту границу, то сейчас бы многих вопросов бы не было. Поставляем мы туда оружие, не поставляем. Были ли там БУКи или не были. Поэтому это раз. Поэтому говорить о том, что они знали, да, на мой взгляд, не совсем корректно. Во-вторых, Украина объясняет, что эти БУКи, ну, якобы, да, были ввезены туда не за неделю до начала всех событий, а буквально вот-вот. И именно поэтому, ну, ввезли, успели довезти до точки пуска, развернули, потренировались там по цели. Вот цель, ну, пустили. Вадим Павлович, время подходит к концу, резюмируйте. Я хочу вот что сказать нашим телезрителям. Вот смотрите, с начала всех украинских событий, которые у нас начались, ну, скажем так, с декабря прошлого года, сейчас появилась первая такая ситуация, когда возникает некий, над противодействующими сторонами, некий независимый международный арбитр. Поэтому я хочу обратиться к телезрителям, чтобы они сейчас очень четко запоминали, вот кто что говорит в пользу какой версии. Потому что когда появится заключение комиссии, а я надеюсь, что оно появится, тогда сами телезрители, каждый из нас, сможет четко понять, кто и как нам врал. Спасибо. Вадим Лукашевич, эксперт по эффективности авиационных комплексов, был в нашей студии. Ну, кстати,